Намово Мишну Падая, Гуру Прештая Бутале Шримате Бхакти Виданта Мадава Тинамине. Намово Мишну Падая, Радикай Приятмане Шри Шримад Бхакти Виданта Нарайна Тинамине. Шри Кришна Лил Катане Судакшам, Аударья Мадури Агунайща Юктам, Варам Вариням Пурушам Махантам, Нарайна Твам Ширасанам Ами, Тридандинам Бхакта Широ Маним Ча, Шри Кришна Падабжадри Тайка Риде, Чайтанья Лилам Рита Сарасарам, Нарайна Твам Сутатам Пропаде, Намово Мишну Падая. Кришна Прештая Бутале Шримате Бхакти Виданта Свамине Тинамине. Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвише Шашуньявади Пашкоте Шатарине. Намово Мишну Падая, Ачарья Симхарупине Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Тинамине. Намово Мишну Падая, Кришна Прештая Бутале Шримате Бхакти Сиданта Сарасвати Тинамине. Шиварша Бханави Деви Дайтая Кри Пабдайе Кришна Самбандави Гьяна Дайне Прабхаве Нама. Мадурюджвала Пре Мадья Шри Рупануга Бхакти Дашри Гаура Каруна Шакти. Виграхая Намасту Те Намасте Гауравани Шримурта Еди Натарине. Рупануга Вирудхапа Сидханта Двантахарине. Намогура Кишурая Сакшатвай Рагья Мурта Е. Випранам Бхарасам Бхадхе Падам Бхуджая Те Нама. Ванча Калпатрубьяш Чакри Пасиндубья Ева Ча Патитанам Павани Бхо. Ваишнавибья Намонама Вриндай Айтуласи Девяй Прекеша Вася Ча Кришна Бхакти Прададеви. Саття Ватяй Намонама Панчататватмакам Кришнам Бхактарупасварупакам. Бхактаватарам Бхактакьям Намами Бхакташактикам. Шри Кришна Чайтаня Прабху Нитянанда. Шри Адвайта Гададхара Шри Васари Гору Бхактавринда. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, 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 Рам, Харе, Рама, 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 Харе, Харе. Прежде всего я кланяю с лотосным стопом моего духовного учителя. Шри Кришна, Харе, 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 Хар сам стопан своих духовных дедушек щелба танцам правопады и сапарам гуру дэва бахти силы бахтипрагена кейшарга сам раджи также кланяй сотовым стопам всей своей рупанага гуру варги всем ваишнам ваишнам и наставникам а также собравшись с преданным уважаемым гостям ареи кришна я хочу сегодня в день отдыха когда предание отправляется на кое парик раму продолжить перевод харикатхи совершил груду которую он дал в баджере в 2001 году прославляя гири радж до от 7 мая я уже перевел четыре страницы из десяти их записала мета кришна в начале там по приказу города по просьбе шилу грудева говорит чем аране она рассказывает о том она рассказывает гавардхана татву о том какие есть ипостаси у гавардхана и какая из них высшая потом он просит прям пройдено говорить и прям пройдено на основе поэзии наших ачарьев в основном рагу на таска самим еще на 4 так урон представляет то способ которым поклоняются гавардхана наши ачарь и как они поклоняются это все был прошлый раз я продолжаю переводить пятая страница если мы можем молиться о милости гираджа следуя молитвам и настроениям наших ачарьев особенно руб ага сами рагуна дага рагуна адхидасы гасами и вишнанчик атакуру тогда гираж будет очень добр и он одарит нас дальше нам высших и самых удивительных игр мы можем также получить шанс служить лото стопам стопам шримати радики в этих играх так завершается объяснение прям пройдено чем рынка с вами мухарадж сейчас на всякий случай проверю так ли это папа и просто по памяти говорю да правильно сказал это так завершается речка проезжим под руководством шива груди членаре на газами махарадж мы услышали что гирадж является высшим харидас авариям что это означает это означает что он высший слуга радхи и кришны какие должны быть у него качества у харидаса если харидас слуга преданный у него должны быть какие-то качества каким способом служит и как мы можем следовать ему прагланда с газами написал стола джалатала шашпар вуруха чаяча прати падаману калам хантасан варда юнга 3 джагаты ниджаго транс артакан ка паян не джани кота него сам дыхе говор да но там играть дарует все и поддерживает игры кришны всевозможными способами шри читанием она обиж там 100 питами набутали своем ру пакадамах ям дадати свапа дантикам здесь нет перевода но это очень известная молитва в которой говорится что шилару пакас вами основал в этом мире миссию исполняющийся кровенное желание сердца шри читаем это когда же будет милости ко мне гуру севака то есть слуга гуру должен знать все настроения своего года его если он не знает эти настроения как он может служить ему он не может служить если города говорит своему слуге я очень хочу я сильно хочу пить и сумма начинает его омахивать он делает прямо противоположное желание духовного учителя и он в действительности не является слугой мы должны знать желание и сердце нашего города и тогда мы сможем служить ему если ученик не обладает такими качествами тогда он в действительности не является севаком он может быть севак но не первого класса и даже не второго он может быть севаком третьего класса то есть фальшивым не настоящим севаком ученик может создать множество проблем саму гуру дэву как это сделал рама чандра пури он был учеником мадавендра пури но он всегда создавал проблемы ему мадарапури поэтому сказал ему я не хочу увидеть твоего лица течение всей своей жизни ты негодяй и поэтому ты должен немедленно уйти отсюда с другой стороны и шварапури под знал сердце мадавендра пури пода и он всегда исполнял его желание он был настоящим учеником и севаком в ответ модель драпури проявил все что имел всю свою предность в сердце ишварапури падал если ученик знает сердце своего города но не служит соответствии с этим тогда он должен решить для себя на какой ступени в преданности он гуру дэв даст ли ему гуру дэв полную милость все в настроении такому ученику нет ученик не способен получить их как какие проблемы придут от такого ученика духовному учителю если ученик всегда гоняется за чувственным наслаждением и не подчиняется полностью духовному учителю он в действительности не ученик он есть он естественно будет создавать ему проблемы я бы хотел немного прокомментировать момент когда происходит изменение в сознании это тема первой главы джайва дарма там объясняется что есть нечто реально существующие вас там здесь используют корень вас жить быть и если добавляется суффикс то получается глаголе существующие существительное то есть живущие существующие то есть некий реальный объект когда он формируется то есть создается его элементарная структура то он обретает свою васту дарму то есть свое главное свойство свою функцию предназначения продиктованы этот элементарным своим устройством но когда этот объект например вода оказывается неблагоприятных условиях холода элементарная структура меняется и вода теряет свое изначальное присущее ей свойство свою дарму текучесть и она становится твердой как камень то есть вращается в лед вот это называется викар негативное изменение негативная трансформация и в этом состоянии вода можно ходить за тысячелетия это называется несарга обретенная природа для объекта находящийся в этом состоянии кажется что так было всегда то есть когда человек находится под воздействием викара то есть негативного изменения сознания то есть мозги на бекре он даже этого не понимает он просто творит черт знает что и думает что это нормально то есть такой ученик как за счет города говорит 3 3 сортный мозги на бекре не который гоняется за чувственными наслаждениями и что происходит он весь день играл компьютерной игры всю ночь смотрел сериалы из-за этого стал после восхода солнца естественно пропустив мангаларати пропустив свою джапу пропустив баджаны пропустив гай 3 утреннюю он как попал там как-то вечером повторить что-нибудь днем как-то про между прочим читая новости повторить свои 16 как минимум а может и меньше кругов маха мантры на четках и вот приходит ему шанс говорить что он скажет он будет говорить друзья мои смысл жизни в кришна премии служение духовному учителю но это лишь пустые слова почему потому что нет они не пустые вру они наполнены эмоционально и интенсионно совершенно другим смыслом он внутренне говорить то к чему стремится что каждый проповедник своего понимания счастья а его счастье в чем он думает в компьютерных играх в сериалах чувство наслаждение проще говоря неважно каждого свой вариант кого-то рыбалку код еще что-то там и он таким образом говорит всем кришна прямо на словах а на самом деле он говорит другое люди смысл наслаждения поэтому люди послушают и скажут не нам вашу кришна прямо не нравится что-то у нас не вдохновляет потому что как-то на не так звучит и такой ученик неосознанно создает проблему то есть он представляет духовно учителям он представляет школу с теми с кими общается он каждый является проповедником опять же говорит проповедником своего понимания счастья то есть каждый преданный будет говорить с кем так или начало кришне и что он скажет он будет создавать проблему будет просто обманывать он будет говорить на словах одно а внутренне другое то есть происходит лицемерие ложь обман то есть к этого дарма подделка нет реальности за всем этим его жизни он не верит что кришна прямо смысл жизни он не верит не то что кришна прямо не верит даже в гуру севу в том что она вы исполняет желание что она дарует счастье он не верит не в мангала рати не в хари нам не в чем не кришна как источник счастья поэтому все что он говорит это полная ложь таким образом он просто людей отворачивает от сознания кришны люди послушав и преданной послушай в какое-то время его начинает опускать руки и не понимаешь что все происходит ничего не хочется не хочется не повторять них арена мне хочется не служить ничего не хочется об этом говорит взящего города он говорит он не является настоящим учеником и он естественно будет создавать проблемы для своего духовного учителя во в противоположности ему говард хан служит полностью то есть не 15 минут в день когда он кому-то что-то рассказывает вот ополнится 24 часа в сутки даже во сне как он служит он знает все желания кришны чтобы знать желание духовного учителя нужно чтобы была чуткость а если человек погружен в мир чувства наслаждения то что происходит с чуткостью гуру из сердца говорит то что ты делаешь неправильно так будет а принесет тебе горе и страдания ты должен взять четкие в руки нужно молиться петь баджаны встать на мангала рати ложится во время а он не хочет его слышать потому что ему хочется наслаждаться поэтому что происходит кришна верит о я доставляю ему страдания своим голосом поэтому перестает говорить или говорит очень очень тихо или просто так иначе этот человек просто привык отворачиваться от голоса гуру он привык не слышать этот голос поэтому его чуткость то есть внутренний этот чуйка компас она ломается она становится ржавеет и не знаю как сказать завораживать поэтому перестает работать но здесь говорится что в отличие от него гавардхан служит полностью каким образом он служит он знает все желания кришны и он понимает как исполнить его желание шримати лалита деви посоветовал снимать радики если ты хочешь утворить кришну тогда ты должна служить личности той личности которая наиболее дорого кришне шимати радика сама является наиболее дорогой кришне и если вы служите и тогда кришна естественно будут натворен с другу если с другой стороны вы ругаетесь с радикой тогда что случится по данным образом если гуру дэв гуру дэв так много любви заботы о ком-то например нашим шилимадам человек родов высказывался тогда удовлетворите его вы должны служить этой личности это самый легкий метод удовлетворить его духовно учителя если вы всегда спорите тогда через некоторый то есть место на святой личности дорогой духовным ширин тогда через некоторое время вы покинете преданное служение говардхан всегда служит самым дорогим самым возлюбленным кришне шри мать и радики самой возлюбленной и здесь в единственном числе самой возлюбленной шри кришне шри мать и радики множествами способами не только это но он также почему у него так много почтений к тем кто связан с кришной так или иначе то есть если говардхан вид кого-то кто так или иначе связан с кришна слуга слуги слуга слуги 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 вот у него уже в сердце почтение католичности говардхан знает что коровы очень дороги кришны кришна сам без обуви без зонтика и прочих всяких защитных атрибутов следует за коровами и дает им воду он никогда не использует палку чтобы бить коров его палка для того чтобы наказывать демонов они коров и телят то есть у кришна из пастуши пастуший посох он не того чтобы гонять коров и бить мне этот пастуший посох нужно чтобы защищать коров бить демонов держать их подальше от своих любимых коров и телят но там корову потому что это великие личности каждая корова более велика чем миллионы и миллионы решив нашем мире более разумно и теленки и те и телята тоже он никогда не будет их бить кришна лично поливает воду на их лотосные стопы омывает их говардхан знает все это и поэтому его озеро его озеро известны как кусун саравара снабжает очень сладкой водой коров его коров зеленые травы повсюду на говардхане травы не только зеленые но и очень вкусные сладкие и нежные кришна отправляется на поиски этой травы возле говардхана возле моносиганги или на вершине говардхана что говардхан предоставляет спутникам кришны мальчикам пастушкам он дает им фрукты повсюду манга джекфрут хлебное дерево апельсины виноград множество другого и множество других фруктов чтобы украшать свои тела говардхан их снабжает богатством красок форме минералов если вы отправитесь на говардхан рядом с донгатти и совершите об и шеку вы можете увидеть это там есть нет там есть несколько спрятанных говардхана шил если вы потрете их на своей рукой с водой во время пхи шеки вами омовение говардхана шилы камни говардхана немножко краски может оказаться у вас на руках то есть это минеральные краски эти краски используются для украшения кришны его мальчиков пастушков коров а также глупин для гопи там также очень много разных рощ множество кунж пещер и так много разного вида соков для питья там есть олени с очень со своим очень благоуханным кастури и мускусом и все говардхана шилы обладают этим запахом естественно то есть горло шоу обладать таким качеством них есть присущие естественным присущий запас мускуса и кастури мы точно здесь говорит шоу года если вы отправитесь гириадж говардхану вы можете видеть что этот что это благоухание в точности как от говардхана и свой точности как от кастури или от оленей таким образом гираж служит всем друзьям и всем коровам и всем в раджабасе он снабжает их фруктами овощами ароматическими субстанциями красками для украшения себя стана джалата наша шпара буру отчая этот комментарий все к этой строки этой строки слово говардхан означает что благодаря служение говорит хану коровы увеличиваются в количестве их снится все больше они дают не только 40 литров молока они дают безграничное количество молока они могут исполнить все ваши желания они могут они все могут сделать больше чем какая-либо команды ну то есть корова исполняющий желание команды но это корова исполняющий желание в нашем мире но такая команден например была у мудреца васишки из-за которой будущее вишваметра решил на него напасть и забрать него и они могут дать безграничное количество молока и они могут исполнить все ваши желания они могут сделать но те коровы которые у кришны могут сделать больше чем какая-либо команден корова исполняющий желание таким образом говардхан служит каждому полностью полностью означает то есть исполнять все желания от и до так можно сказать перевести во врачи все почитают индру однажды яшу дома я была очень занята она готова много всяких блюд яст и это происходило в каждом доме гопин все они были очень заняты кришна вышел подошел к своей маме и спросил мама я очень голоден возможно ты готовишь все это для меня в мае сюда отругала его отправляйся уходи отсюда иди к своему отцу не стоит здесь базарник кришна расстроился как мы как мальчик расстроился и он отправился и сел на колени своему отцу плачу он спросил отец почему мама такую девушку отец что мама делает у нее все неплохое настроение надо баба сказал все готовятся к поклонению индре так как будто ничего не зная кришна невинно спросил баба а кто такой индра и почему мы поклоняемся ему мы должны поклоняться кому-то кто может дать нам столько всего и так почему же мы поклоняемся ему надо баба ответил индра может дать дождь благодаря дождю все злаковые растут травы сладкая вода также появляются без этого мы не можем поддерживать наши жизни по этой причине каждый год мы поклоняемся индре в этот день завтра мы отправимся со множеством приготовленных блюд на тысячах и тысячах бульволин их повозках в центр гири раджи гавардхана чтоб поклоняться индре кришна сказал баба я знаю что даже в тех местах где нет никакой индра пуджи идет дождь а он спрашивает извиняюсь это не утверждение это это вопрос он спрашивает баба я думаю что даже в тех местах где нет индра пуджи там разве не идет дождь разы там все как-то так иначе не живут это правда или нет надо баба ответил я не знаю почему ты хочешь узнать все это кришна ответил я думаю что было бы лучше поклоняться гири раджи гавардхану мы поддерживаем нашей жизни по его милости наша жизнь зависит от коров и гавардхан дарует так много всего хорошего мяг нежную траву очень чистую воду и все прочее в чем нуждаемся мы он снабжает нас так почему нам бы почему же мы тогда не должны совершить пуджу кири раджи гавардхану надо баба у надо бы не было каких-то логических ответов и благодаря логике кришна убит его и он согласился о хорошо завтра мы будем поклоняться гири раджи гавардхану на следующий день тысячи и тысячи тележек были нагружены со всеми явствами приготовлениями собранными с 84 крош в раджа все пришли собрались у гири раджи гавардхана в центре там где сейчас находится город гавардхан и они начали поклоняться гири раджи гавардханом как это делаем мы сегодня и что мы делаем это то что мы делаем это очень 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 маленькая поклонение гири раджи гавардхану но все же она в точности такое же как это делали браджа баси вот почему я прошу рассказал то есть на гвардхана позже что этот праздник который как который нас что гурдов милости пригласили является посвящением брата баси так что тот кто участвует в этом празднике становится браджа баси потому что к браджа баси поклоняется гавардхану где что она все тысячи миллионы коров все они собрались там на гавардхане и все они были почитаемы каждому то есть по столько как они накормили гавардхан совершили ему пуджу и накормили браджа баси стали поклоняться своим коровам совершать гопуджу в этот день много праздников это гокрида гопуджа брамана пуджа гавардхана пуджа накутама охотства и типовали 6 получается после этого браджа баси совершили полное поклонение гуру ваишнавам и браманам и затем они предложили все подношения то есть все что приготовили кришна воскликнула баба обра джаваси мои друзья посмотрите на это гирадж гавардхан принял такой огромный образ и сам со множеством огромных рук длинных рук он съедает все со всех сторон отовсюду и все еще не удовлетворен его живот такой большой и он он восклицает несите еще несите еще она ри она ри принесите еще еще я хочу еще все браджа баси были сбиты с толку и сказали что же нам делать конечно сложил свои две ладони и помолился его четырех рукой форме гавардхана пробу той же вот такой великий мы не можем предложить тебе еще что-либо все что у нас было все что у нас есть может заполнить только одну пору на твоем теле как же мы можем тебя удовлетворить мы не можем тебя удовлетворить гавардхан тогда взял воды с моносиганги из кусум сарова роговинда конды и всех и все воды вошли в его рот кришна сказал ему мы принесли тебе просад но ты забрал все съел все то есть там и бхога в том числе так что же нам делать и тут же они увидели что все все съеденные блюда были вверху были возвращены на свои места и кришна сказал бра 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 баси мы поклонялись синдре но не видели его мы не видели как он принимает наши подношения как он утворен и как он дарует дарует благословение с другой стороны мы видим что гирать гварстан сам присутствует здесь и мы видим как он утворен и он говорит нам что он подготовил для нас любые благословения которые мы хотим на этом я остановлюсь сегодня продолжим как ни в следующий раз когда будет выходной на вас по расписанию париками с учетом проводится есть вопрос пожалуйста сейчас момент его задать или добавить тогда все если ты записал это все добиться потому что я хочу этот один маленький лишний как продолжение записано карри кришна до встречи до завтра хри кришна